Всем огромный привет, дорогие мои любимые зрители! И сегодня у нас будет очень теплое, домашнее, в общем, видео, в котором мы поговорим обо всем, что волнует всех в последнее время. И, конечно, первым наболевшим пунктом является распространение коронавируса по планете. Знаете, сначала, когда это все начиналось, все говорили, а, да это опять очередной свиной гриб, птичий гриб, и что там еще было, когда вроде бы как зараза начинала распространяться, но потом как-то резко раз, все обрывалось, и как будто нет ничего. В этот раз начиналось все по похожему сценарию, но пошло гораздо дальше. Что во всей этой истории напрягает, скажем так, пугает и заставляет, в общем-то, задуматься? Если этот вирус на самом деле существует, если это не миф, а похоже, что так и есть, то это очередное напоминание человечеству о том, что оно не всесильно. Когда вирус попал в Европу, всех это забеспокоило уже более серьезно. Почему? Потому что Италия, которая первая, можно сказать, попала в разряд стран, входящих в тройку лидеров по количеству заболевших после Китая, соответственно, Кореи, и вот Италия на третьем месте. Италия в семье горячо любимая, просто, можно сказать, туристическая мека, и именно туристическая мека, Венеция, Милан. Знаете, я очень часто была именно в этих местах. В Италии очень хорошо все там представляю. И с китайцами я, что называется, будучи, в общем-то, туристом, тусила всегда бок о бок. То есть я ходила по магазинам, по улицам, по площади, дому. То есть аэропорт, конечно же, поезд до Венеции, отели. Ну, в общем, в Абаретто, в Венеции. В общем, скажем так, если бы у меня сейчас были билеты в Италию, и я должна была бы ехать на остров Мурана за своими любимыми бусинками, то я прекрасно понимаю, что я бы 10 раз подумала, сдать билеты или все-таки рискнуть и поехать. Хотя, учитывая, что эти города закрыли, я не знаю, как это выглядит. Наверное, я не смогла бы въехать в Венецию, да, на поезде. Наверное, все это отменили. Я только одно не могу понять. Я говорила с Ярославой, с моей подругой из Милана. Кстати, вы все ее должны помнить. Она много снималась в моих роликах. У нее есть свое производство, пальто на любой вкус. И, кстати, можно сделать заказ. Лично я имею три пальто от Ярославы и недавно заказала еще в клетку. Потому что, когда я выпустила видео о леопардовом пальто, Ярослава мне написала, Марина, почему ты мне не заказала леопардовое пальто? Ведь, кстати, Ярослава использует очень классные ткани. Это ткани, которые остаются от производства итальянских модных домов. И она, в общем, их покупает в небольшом количестве. И эти пальто производят из тканей высочайшего качества. И я сказала, Ярослава, я ищу пальто в клетку. И она мне говорит, Будет тебе пальто в клетку. Представляете, так что скоро я получу пальто в клетку. И составлю какой-нибудь образ, аутфит. Один или несколько даже. Вы знаете, да, я теперь нашла правильную стенку, фон, На котором снимаю уличные аутфиты. Да, не прошло и шести с лишним лет, как я на ютубе, Как меня осенило, что уличные аутфиты надо снимать на улице. Но на самом деле это произошло, потому что я... Потому что я теперь не бегаю на работу с вытащенными глазами и выснутым языком, Боясь опоздания. И у меня есть время принарядиться, чтобы куда-то пойти. И именно снять еще аутфит к тому же. Вот, ну ладно, так, это я отвлеклась. Хорошо, возвращаемся к нашумевшему вирусу. И вот мы с ней разговариваем, значит, о ситуации в Италии. Там закрыли школы, рынки, музеи. В общем, много чего закрыли. Но, честно говоря, я все равно не представляю, Как можно изолировать такую страну, как Италия. И я так поняла, что не закрыли въезд китайцам. Вот кто из Италии, объясните мне, закрыли им въезд или нет. Ну вот на тот момент, когда я записываю это видео, Может быть, там через несколько часов закроют им въезд. Потому что Россия уже несколько дней назад, Ну, достаточно даже уже много дней, наверное, неделю, Закрыла въезд всем китайцам. Ни на самолете, ни на поезде, ни на машине, ни на чем. Нельзя сейчас приехать гражданам Китая. Вот. А те, кто граждане Российской Федерации возвращаются, Обязательно проходят карантин. Но там тоже не без приключений. Да, вот у нас в Питере девушка убежала, Ее поймали, в суд доставили. Особенно мне понравилось, что ее доставили в суд. Вокруг вообще тысячи журналистов, судья. Там все, кто были в зале заседания, И все прямо лезли к ней что-то у нее спросить. Все были без масок. Вот. А принудили ее, значит, вернуться в Боткинскую больницу. Ну, в общем, короче, чего только нет. Правительство разных стран столкнулось с тем, Как обезопасить свое население и самих себя, Естественно, от распространения этой чумы. Назовем ее 21 века. Причем правительство разных стран ведет себя по-разному. Японцы вообще там всех держали на корабле. Там очень много заразившихся, в том числе россиян. Лучше всех, как выясняется, борются с вирусом сами китайцы. Потому что они там за сколько-то дней построили Какой-то нереальный гигантский госпиталь. Показывают, как роботы развозят еду. В общем, китайцы молодцы, короче. Им большой респект. Что касается самого вируса и того, что он зародился именно в Китае. Здесь очень много версий. В том числе и теория заговора, всемирного заговора. С целью уничтожить китайскую экономику. Но дело в том, что мне кажется, что китайская экономика Настолько сейчас повсеместно пустила свои щупальцы, Что без нее уже просто никуда. Потому что следом за китайской экономикой Могут полететь хоть какие экономики. В частности, например, экономика Италии. Потому что я, знаете, хочу сказать, что раньше, приезжая в Милан, Когда ты приходишь в культовый универмаг Риношенте, Который на Домской площади. Раньше было очень много русских, русскоязычной речи. Все покупали. Все эти Гуччи, Прада, Шанель. Ну, в общем, все-все-все покупали. То теперь русскую речь крайне редко там услышишь в качестве покупателей. Да, конечно, есть и достаточно много. Но в процентном соотношении с китайцами это просто ни о чем. Практически всю вот эту высокую люксовую моду покупают китайцы. Я лично всегда с ними особенно сталкивалась в аэропорту. В очереди на получение такс-фри. Знаете, ну, я тот еще, конечно, шопоголик. Но я покупаю вещи очень среднего такого сегмента. И, скажем так, в каком-то адекватном количестве. Когда я видела и стояла в очереди на получение такс-фри с китайцами, я вам скажу, это было зрелище одно из самых впечатляющих для шопоголика. Знаете, у них такие огромные чемоданы, просто какие-то гигантские. Размером с дом, холодильник, я хотела сказать, чемоданы. Просто нереальные. Они, я думаю, платят много за перевес багажа. Они все обвешаны. И у них там все упаковано. Все эти сумки, луи-витоны, гучи, дольче габбаны. В общем, все-все-все это упаковано. И вот такие пачки чеков на получение такс-фри. Они настолько поддерживали всегда итальянскую экономику. И, в частности, итальянскую моду класса люкс. Что самим итальянцам и не снилось. Плюс доходы от туризма, доходы отелей, музеев. Ну, я не знаю. Мне кажется, что экономика Италии вообще базируется на туризме во всех отношениях. Конечно, в Италии очень много чего классного и хорошего. Но, мне кажется, сегмент туристический – это один из самых важных направлений экономики этой страны. Мы все любим Италию. Мы все хотим, чтобы там скорее все прошло. Все выздоровели. Кто заболел, а те, кто не заболел и не заболели бы. Я смотрю итальянских блогеров, смотрю их отчеты о коронавирусе, привет и не дудорги, и другим тоже. Спасибо огромное, что вы как-то нам рассказываете из первых уст. Власти Италии призывают не паниковать, то есть не скупать макароны, хотя итальянцы все равно все скупили. И я смотрела один репортаж, где такой очень-очень старенький человек, итальянец, дедушка такой, говорил, что такого ажиотажа не было даже, когда началась Вторая мировая война. Что касается масок, хоть и говорят, что это не так уж эффективно, но я так не считаю. Я считаю, что все-таки маски помогают избежать какого-то лишнего. Да, можно руками все равно потрогать что-то, но в конце концов маску тоже можно аккуратно снять и выбросить. Другой вопрос, куда выбросить, потому что я тоже смотрела репортаж, что показывали китайцев, у которых много масок, они там производят в час какие-то невероятные миллионные качества масок и распространяют это. Но потом они заметили, что маски люди выбрасывают куда угодно, и поэтому смысла нет. Тогда они установили специальные контейнеры и стали выбрасывать эти маски только в специальные контейнеры. И причем, когда подходишь к этому контейнеру, тебе сразу измеряют температуру. Если, не дай бог, она там что-то подскочила, тебе сразу цап-царап, видеокамеры, все работает. Так что китайцы молодцы, поэтому говорят, что у них идет на спад уже эта эпидемия. Будем надеяться, что благодаря именно китайцам они задушат эту эпидемию у себя в стране и не дадут распространяться в странах, где не настолько могут обеспечить безопасность, такое быстрое реагирование на все это. Сначала я очень не хотела записывать это видео, но, знаете, тут уж, что называется, накрыло всех. Напишите, пожалуйста, в каких странах вы живете и что в ваших странах делается для того, чтобы минимизировать количество заболевших, максимально изолировать тех, кто приехал с этим вирусом и у него он был выявлен. Напишите, пожалуйста, свое мнение. Я понимаю, что это не решит эту проблему, потому что эту проблему может решать только правительство каждой страны, Министерство здравоохранения каждой страны. Мы просто, поскольку нас это волнует, можем порассуждать, обсудить эту тему. Буду заканчивать это видео. Хочу поблагодарить вас, моих дорогих, любимых зрителей. Я обожаю ваши комментарии. Просто обожаю. Последнее видео... Да нет, не только последнее видео, вообще все видео я обожаю ваши комментарии. Последнее видео с обсуждением моего аутфита. Я просто получила удовольствие. Я просто получила удовольствие, потому что все высказывались. Вы видели, что даже когда мне писали, что я там клоун, кто там еще... Петушок, Городская сумасшедшая, Гномик. Так, вот все не упомнишь. Даже Робин Гуд особенно мне запомнилось, что же такое шипокляк без макияжа. Кто лучше? В общем, дорогие друзья, даже под этими комментариями я оставила очень позитивные отклики. Вообще, хочу сказать, что блогер, который находится 6 с лишним лет на ютубе, прошел огонь, воду и медные трубы. Все, кто со мной давно, вы помните наезды других блогеров и вообще в какие только скандалы и конфликты я не попадала, будучи очень таким блогером, скажем так, спокойным, нескандальным. Но, тем не менее, водоворот страстей затягивал и меня, да, чего только не было. Начиная от клеветы, там, обмана и пренебрежения, вообще чего только не было. Поэтому, конечно, когда я получаю комментарии, что я похожа на клоуна в этом аутфите, кстати, совершенно безобидно, в состоящем из очень обычных, простых вещей, кроме шапки, конечно. Там вообще ничего не было такого. Меня очень-очень улыбнули, рассмешили. И я вас всех обожаю, люблю. Спасибо огромное всем за эти ваши замечательные комментарии, за неравнодушие, это самое главное, за ваши эмоции, которые мне очень нужны для того, чтобы продолжать снимать ролики. Я вас очень люблю, это правда. Я, кстати, вот абсолютно искренне сейчас говорю. Еще я хотела сказать из новенького. Я начала делать летнюю, такую весенне-летнюю коллекцию. Я просто сама, я не знаю, я балдею от нее. У меня даже другого слова нет, которая будет вообще-вообще не похожа ни на что. То, что у меня было раньше. Единственное, что я буду использовать в некоторых украшениях элементы от колумбийского золтаинка, как я его называю, хотя на самом деле это не золотоинков, это копии подлинников индейских украшений до колумбового периода, которые были найдены на территории Колумбии, и их подлинники хранятся в музее золота в Боготе. А у меня такие позолоченные элементы. И вот сегодня я выгуливаю одно из этих колье. Оно просто невозможно, невозможно прекрасное. Я использую совершенно другие бусины. Это очень красиво, очень богато, очень необычно. Очень по-дизайнерски. Это будут неповторяющиеся украшения. И они будут в очень разных цветовых решениях. В общем, я прямо сейчас... У меня такой, знаете, весенний драйв, творческий запой. И я сейчас снимаю по три ролика в неделю. Но все свободное время я посвящаю этой коллекции и получаю огромное удовольствие, потому что мне нравится, что она вообще не похожа ни на какие предыдущие, которые у меня были раньше. И которые я тоже очень люблю. Но все новое, оно всегда, знаете, будоражит. Как-то кровь, фантазию, желание. Ну, в общем, об этом я могу говорить бесконечно. Все, дорогие друзья. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока. И да, кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, срочно подпишитесь. Вот прямо сейчас. Спасибо.